Привет, дружище! Как обычно, выпускаю обзор позже всех, но это связано с тем, что, блядь, не мог найти, короче, какой-то более-менее прокачанный аккаунт на Тайване, чтобы хоть что-то показать, но, тем не менее, опять же, не надейтесь на какой-то суперподробный обзор, просто выскажу свое мнение по поводу тех вещей, которые уже более-менее понятны. Я сейчас пребываю в шоке. Усаживайтесь поудобнее, извиняюсь за голос, болею. Не забываем про пельмени, про помидоры, не забываем ставить княжеский лайк и, конечно же, пожалуйста, не забываем подписываться. У нас обзор обновленно, обновленно, обновление на Тайване. Нахожусь на аккаунте игрока под ником Хуйло в теме. Ой-ой-ой, это как бы, это, это, это весело. Даже, понимаете, смотрю вот в клубе игроков Castle Clash, фу, по поводу обновлений, даже не знаю вообще, куда дернуться вообще, о чем, о чем говорить. Давайте попробуем записать это видео более-менее коротким, посмотрите, да, тут разработчики халяву всякую раздавали. На английском сервере там уже какого-то, вот, смотри, нового героя дали, да, то есть, не знаю, на него можно, типа, снять обзор, не знаю, подожди. Ну, как обычно, добавили двух новых. А, у нас нету места на складе. Это вообще, сука, умопомрачительное, прям замечательно. Давай распакуем немножко мест. Думаю, хозяин аккаунта не обидится. Ой, вот он, новый герой. Скин ему дали. Окей, смотрите, как обычно, добавили двух героев, хотя нет, не как обычно. Смотри, вот это вот герой новый, а я сейчас не буду засчитывать его описание, чтобы не делать более долгим видео, и, как бы, переводы, они сейчас такие грустные. Что-то понять можно, но не до конца. А, это, я так понимаю, бездонатный аккаунт, как вы видите, на английском сервере, на Тайване его раздают бесплатно. А, тут, конечно, немножко когнитивный диссонанс у меня происходит, я вам объясню чуть позже, почему. Вот это, типа, бесплатный герой, короче. Ну, мы его там, наверное, за самоцветы можем выбить, но и нам его дают бесплатно, ну, по крайней мере, на Тайване и на английском сервере. Вот это, я понимаю, как бы, типа, донатный герой, окей. Но, это, смотри, то есть, это новая ветвь развития героев, то есть, это не просто легендарные герои, я не знаю, может быть, их эпическими назовут еще каким-нибудь образом. Не знаю, как ребята, русские админы, там, все это переименуют. То есть, у нас есть, там, простые, элитные, там, легендарные герои, вот у нас теперь появился новый вид героев. Чем они отличаются от простых? Короче, как я понимаю, как я понимаю, типа, к ним можно там что-то, подожди, давай я. Короче, у нас фракции, блядь, я просто, я вот пытался смотреть это, разобраться, потом такой подумал, да ну его нахер. То ли, короче, они как-то связаны с новыми фракциями, ты в них можешь вставлять, короче, каких-то других героев, атрибуты там будут плюсоваться. То есть, идет очередное, блядь, неимоверное усиление, ребята, блядь, героев. И даже не усиление, хотя да, по сути, усиление героев. То есть, добавили новые фракции, как вы понимаете, вот, и с этими новыми эпическими героями, вы, кстати, табличку изменили, посмотрите, да, вот две новые фракции. Окей, и к этим фракциям относятся только, я так понимаю, новые герои, да, то есть. Смотри, как оно даже показано, то есть, типа, эти фракции бьют эти фракции. Короче, как-то там атрибуты что-то плюсуются. Давайте коротко скажу, блядь. Вот эти новые герои, они будут, типа, усилены, и, короче, здесь фракции эти, блядь, усилены. То есть, у нас герои, многие, становятся еще сильнее. Как это все работает, как это будет работать на практике, я уже покажу на русском сервере. Ну, я не знаю, посмотрите, я полистал Андрюхер, Лев, обзор, он там более подробно по поводу этой херни рассказывает, но главный смысл заключается в том, что они замуживают игру. Ну, то есть, замудивают, я не знаю, как это выговорить. Короче, мудаки. Вот, короче, мудаки, они усиливают героев, и вопрос, ну куда нахер? Типа, у нас и так плюс 100-500 талантов, плюс 100-500 чар, судьба, блядь, прям, сука, до неба прокачиваешь. Прорыв просто неимоверный, блядь. Вы куда нахер усиливаете этих героев, сука, на пвп-локациях? И так, блядь, сходите, ёптой, разработчики. Вы знаете, что у вас есть такая локация, как Забытая Битва, блядь. Там просто тупо по времени, блядь, герои друг друга не могут ушатать. Кто у вас, блядь, просил дегенератов тупых, блядь, отбитых пришельцев, сука, усиливать ещё героев? Зачем оно надо? Для чего? Ну, понятно, вам, вам надо же показывать бурную деятельность. Вы пытаетесь на этом заработать. Вопрос, ну, типа, смысл? Ну, придумайте что-то другое. Придумывайте, не знаю, изменяйте награды в локациях. Ещё что-то, блядь, займитесь, сука, уже делом. Нет, эти дегенераты берут и ещё усиливают героев. И так из-за этого проблема. И так перемужено. Вы понимаете, когда игра была суперпростой, а Битва Замков когда-то была суперпростой. То есть, да, у игроков вызывало интерес, скажем так, новая какая-то модель прокачки героев. Когда вводили артефакты, когда вводили эволюции. То есть, когда ввели в игру эволюцию, игра даже стала популярной, ну, популярней. Потому что, ну, это было интересно. Но сейчас это не работает. Чем больше вы вводите каких-то усилений героев, каких-то, как бы вам объяснить, замуживаний. Но это мудение. Извиняюсь, болею. Но это реально мудение. То есть, сейчас это работает со знаком минус. Чем больше вы делаете эту игру сложнее, тем менее интереснее играть игрокам. Это достаточно простая сейчас фишка. И да, возможно, каким-то топовым игрокам будет интересно там покопаться. Но мне, если честно, уже настолько это вызывает антипатию, что мне абсолютно... Вот даже ради обзора, даже ради обзора мне не хотелось сидеть сейчас и разбираться в этом говне. А по-другому это назвать никаким образом нельзя. Просто нахера. То есть, это наоборот... Это наоборот сейчас вызывает отторжение. Господи, как же вы, тупые дегенераты, понять-то этого не можете. Ну, просто я ловлю какой-то бесконечный фейспаум. Ну, вот. То есть, да, добавили фракции. Просто... Ну, ладно. Теперь хотя бы понятно, почему они добавляли новые древние испытания. Что они там с наградами изменили. Непонятно. А где это вообще, сука, иконка? Блин, зайти в древние испытания, посмотреть. А, нет. Сука, да где? Где? Это же видео и так никто не посмотрит. А я тут еще сижу, туплю, да? То есть, ну, здесь не проходилось это, да? Вот награды. А, даже, 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 даже не здесь, грубо говоря. Это мы базу просто посмотрим, сука. Какие же мудаки, а? Ну, вот какие же мудаки, ну, вот как это? Где тут награды вообще отображаются? Ну, типа, как бы... Это в день будет даваться? Ну, за первое место. Ага. За первое место, типа, даются камни пламени. Вот, блядь, ну вот серьезно. Вот сейчас вот эту вот штуку давать, блядь. Ёпта, в 2020 году вы тупые. Вы тупые гондоны. Я понять не могу. Ну, типа, топ 100 игроков будут получать по 45 камней пламени в день. Ну, типа, это все равно, вот просто, вот, вот, что это такое? Господи, сука, засуньте себе эти камни в жопу и прокрутите три раза. Дегенераты тупые. Я, я просто, я просто в шоке. Дальше. Смотрите, в чем фишка. Тут, вот, вот, единственный плюс. Вот, единственный плюс. Тут, конечно, разработчики постарались. Ну, хотя постарались не до конца, потому что, я понимаю, сложность, интерес, какие-то механики в линии обороны, они никаким образом не изменяли, они просто поменяли награды. То есть, теперь, если и так, полярный лист был абсолютно у всех, то теперь он будет прям абсолютно-абсолютно у всех. И, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, наверное, плохо, все-таки герой такой достаточно. Ну, не, ладно, хорошо. Давайте, а то сейчас, блядь, дизлайки поставить. Короче, не суть. Как бы бездонатные, извиняюсь, ребят, бездонатные игроки смогут получить полярного лица. Окей. Окей, молодцы. Все классно. И даже, к примеру, на яйце, правда, рубрику я закончил сегодня на стриме вечером, ребята, буду кому-то из вас отдавать это яйцо. Будет такой некий аукцион, кто большую сумму за яйцо задонатит, там и отдам нахер аккаунт. Не суть. Ну, смотрите, на яйце, на яйце, на яйце 150 осколков полярного лица. То есть, за один сезон линии обороны, ребята, извиняюсь, просто сопли, слюни, слезы, слезы счастья. Знаете, когда зашел обозревать тайвандское обновление, просто слезы, сука, счастья. Короче, смотри, фишку, да? То есть, у меня 150 осколков на яйце полярного лица. Я за один сезон себе полярного лица соберу. Это классно. И, по сути, даже, даже, ежели, ежели у вас нету 150 осколков полярного лица, ну, как бы за несколько сезонов вы соберете, это, конечно же, несомненно круто. Ну, это единственное, наверное, самое такое прикольное, классное, плюс нововведение от разработчиков. За это им, конечно, спасибо. Прямо, прям молодцы. Далее, что хотелось бы отметить. Добавили, ну, давай, да, добавили новые кошмарки. Во-первых, как я понимаю, уже многие пацаны писали. Подожди, что-то. Уже многие пацаны... А, тут они вообще легкие. Слушай, тут, типа, сложность этих кошмарок зависит от силы, что ли. То есть, смотри, походу от силы, потому что те скрины, что я видел от игроков, вроде у всех разные кошмарки. Новые. То есть, ну, вот этой вот не было. Короче, у всех другие. Но, грубо говоря, фишка заключается в том, что, ну, как мне пацаны говорят, но они легкие, типа, вы их чуть-чуть там не на любом аккаунте пройдете. Главное, чтобы тыква была. Ну, вот у меня сейчас тыквы нету. И смотри логику. Я что-то, блядь, реально, я тупой, наверное, блядь. Объясните мне дегенерату. Просто объясните мне дегенерату. Господи. Господи, объясните мне, смотри, блядь, даже без тыквы проходитесь. То есть, под каждую... То есть, чем у вас больше силы, тем сложнее, так понимаете, будут кошмарки, да? Короче, интересная херня. Ну, у всех разные. Даже если что-то у Андрюха Рылева тоже... У него там какие-то другие были. Или, мне кажется, напишите в комментариях. Ну, давайте уже быстрее, господи. Чего вы тут встали? Кого вы тут убиваете? Во-первых, в этих кошмарках, в древнем испытании нужно убить всех, а не только здания. То есть, Минотавр идет в одно место. Это первое. Мы получили 10 осколков. Еще 11 камушков для прокачки. Еще раз говорю, подробно эту систему прокачки будем, наверное, обозревать, когда обнову выйдет на русский сервер. Кстати, сегодня пятница, значит, скорее всего, она выйдет в понедельник. А может быть, и в субботу. Бывало, что и по субботам обнову делали. Сари. Они, дегенераты, смотри, дают осколки нового героя в этих кошмарках. Вопрос, зачем? Если вы вот просто так этого героя даете на халяву на английском сервере и на тайваньском. Предположительно, наверное, еще и на русском сервере дадите. А в чем прикол? Для чего это надо? Нахера эти осколки? Типа героя. Ладно, там осколки для прокачки этого героя. Там для прокачки новой системы долбоебизма. Базара ноль. Ну, типа, в чем логика, блядь? Я не понимаю, сука. Ну, башкой об стенку постучитесь. Да, там я уже обсуждал вчера, что теперь у нас тут склад увеличили. Что еще? Что еще с вами, ребята, обсудить? Честно, я даже не знаю. Но это вот какие-то такие основные моменты, которые хотелось затронуть. Ладно, даже если что-то пропустил. Ребята, извините, не могу сдерживаться. Короче, говно обновления. Всем пока.